Анпакинг Ой, господи, куда бы сесть-то, куда бы присесться Надо сказать, что поскольку Вера не может приехать в Москву, Москва приехала к Вере вот Да И объясни, что происходит Что происходит? Анпакинг Анпакинг, происходит анпакинг Короче, это всякая сувенирка, которая будет у нас на Белобоке, на ярмарке Так, давай мы это вырежем, начнем с другого что-нибудь Это мы напоминаем, что у нас будет несколько плюшевых голубей Да Цензард, цензард Котик на заднем плане просто в шоке Держи Ну его надо выкистить Сеня, иди Сеня, иди Он не боится Он боится, бедный кот Бедный кот Он не хочет идти Ошейнички Да, посмотрите, распиарьте, пожалуйста, ошейнички Их много осталось Вывалите Там прям только ошейники остались Покажите зрителям Окей Короче, это ошейники для собак О боже Много ошейников Для собак с гусем Просто с разными гусями Да Разные размеры Да Просто у каждой собаки может быть свой гусь Понимаете? Много гусей Гуси с ножом Видите, как это Как бы намекает Розовенькие, зелененькие Вообще А почему так много розовеньких? Что за вообще? Ну вот так остались В прошлый раз разобрали А вот розовенькие ждут своих девчонок Охи Кошмар В жизни бы не купила розовый ошейник для собаки Я с предубеждением отношусь к розовому цвету Вот это миленько Короче, гусиный апокалипсис просто в виде ошейников Вот этот цвет мне нравится Кстати, у меня отображается как голубой-голубой Прямо на экране Но вообще-то он бирюзовый такой Вот А это что? Так, ошейнички тогда убирайте А, это магнитики всякие наши Подождите, подождите Заходи, заходи Да, смотри Ты, Макс, убери тогда ошейники Возьми, возьми пакетку, стой, маши Не дай ошейник этот пакет Чтобы у них на барахла не валялось Так, в общем, всякие классные магнитики Вот эти магнитики, кстати Как это называется, я забыла Они деревянные Ну они деревянные, но это вот Вот, декупаж, да Это делает Таня Тетюшкина Из Ярославского зоопарка С фотографиями наших птиц Вот Уже не первый раз делают такие магнитики Обалденные совершенно Мне безумно нравится Это все ручная работа Вот Очень классно Их здесь прямо Прямо много Вот, да, вот, прекрасно Обожаю этот магнитик Обожаю Ты как будто уже прямо сейчас продаешь Просто я еще хочу сказать, что пока все это будет продаваться только на Белобоке Пока отправок никуда не будет То есть если вы хотите что-то приобрести Приезжайте, давайте с вами встретимся, пообщаемся Короче Это называется агрессивный маркетинг Да, это агрессивный маркетинг Поэтому я привезла все это из Москвы Везла сюда два часа на тележке Вот Чтобы Вера все это в своей залупоне Поснимала И рассказала вам, какая у нас будет классная ярмарка Чтобы все, 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 все пришли Я очень жду Я организую эту ярмарку Приходите Допустим, я устыдилась Ксюша там смотрит книжку с голыми тетеньками Да, а еще я смотрю книжку с динозаврами А Настя смотрит все первее всех Эй 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 А вот это, кстати, по-моему, Лариса делала, да? Да У меня тоже Да, да, да Самый наш, так сказать, старший волонтер из всех Ну, что ты вот начинаешь? Вот это самые старенькие наши магнетики Это я еще делала когда-то вообще просто В году 2019 Черт знает когда вообще Остатки их просто какие-то Вот Значит, не надо Настя уже палит под крыточки А кто это? А кто автор? Карина Девушку зовут Карина Я не помню, честно говоря, что у нее за мастерская Но она вот такую серию Ну, покажите, что ли Это все ручные открытки Это один из участников проекта Это птичье сердце Да И, собственно, она узнала о воронье везде Она из птичьего сердца И птичье сердце связала ее с вороньем везде Создатель птичьего сердца, создатель Надо рекламировать продукты Слушайте, ну вообще это, конечно, вообще Это уникальные открытки, совершенно уникальные А мы точно будем это продавать? Ну Да Может мы это оставим? Можно купить Сама себе Слышь ты? Все, тролль, да? У меня нет столько денег Она отправляла их из Вьетнама, между прочим Обалдеть Такой интересный факт Она сейчас живет в Вьетнаме, насколько я помню Она отправляла их из Вьетнама Господи, это просто нереально вообще Боже, боже Подожди, подожди Тут открытки такие просто вообще Господи Очень красивые Синица обалденская Вот эти в единственном экземпляре Что делать? Ну потому что это вот прямо вот оно, как бы, вот нарисовано Они лежат вот в этой голубой папочке Да А это что такое? Это гуси Вот это точно не гуси, это я тебе отвечаю Вот это Это этот удот Это удот, да Кричная керамика от Олеси Ружинской Она на ярмарке, кстати, будет ее сто Это я себе куплю И она еще много работ передает Это тебе для каких-нибудь поделок Я смотрю, смотрю Потому что мы не знаем, куда их приладить Они с дырочками Я тогда могу себе пока положить? Что это? О, откуда это? Ну тоже я там разбиралась, нашла Я не все, конечно, лоты привезла Но самые-самые, наверное, всякие классные, новые привезла Я смотрю, смотрю Пухари вот Пухари Это я помню этих пухарей Это вообще шикарные пухари Я их даже показывала, когда мы были на ярмарке вернуться к природе Тут аккуратно, там кадины значки безумно красивые Пташка, мастерская пташка Мы, по-моему, недавно как раз их показывали в группе, да? В группе Белобоке показывали Пташку показывали Вот буквально сегодня, что ли, или вчера был? У меня будет свой отдельный стол И еще часть работы она привезет нам А Леся также планирует к нам зимой приехать пофотографировать птиц Подожди, это Олеся Роминская? Вон отчего, вон отчего Я уже не помню вообще Вот это склероз называется Смотрите, это наш волонтер Катя Это гнездовой, это гнездовой делает А как она это делает? Это тайна, покрытая духами, я не знаю Но это безумно красиво, они переливаются в какие-то драгоценные камни Я пытаюсь, знаете, мне надо, я периодически тыкаю на экран, чтобы у меня резкость наводилась Потому что я начинаю смотреть на них вживую Залипаю, у меня, короче, телефон такой Вообще, класс Так, вот это вот еще не отсмотренные, вот это отсмотренные Вот это отсмотренные Оооо, значок шерифа, откройте пожалуйста Да, это наши фирменные значки, их будет много, на всех хватит мы сделали уникальный заказ а можно узнать стоимость давай напугай нас пущий момент ну не знаю либо 400 либо 500 рублей пока не знаю они большого размера крепкие железные значки вот очень классные это да это наши друзья из владимирского росприроднадзора это много-много пипов много пипских когда это вообще похоже да на 3d при боже мой извините извините я снимаю как ужасно просто потому что потому что я хочу сама смотреть на них он не напечатан он этом есть принтер поле это больше на отлитка о май гад скажи да а это нельзя облизывать боже боже откуда это это откуда кто какой-то поле я не помню а полимерный принтер он короче возьми один так и быть можешь взять один браслетик себе мы никому не скажем только нашим подписчикам на боже мой любимый зеленый всегда вот этот что это классический вароне гнездовский цвет но эти мармеладки которые не мармеладки меня просто просто почему они такие классные вот знаешь вот что называется не знаю зачем мне это но зачем-то надо это но это солнышек солнышек этих я видела они у нас тоже да тоже были на ярмарке да они прикольные у нас много новых зрителей я думаю всем надо показать классных солнышек да есть такие солнышки прекрасные солнышки не мы это будем сразу выкладывать все а но это наши открыточки это просто да фотографии это довольно старые а вот это птичье сердце тоже да вот я помню это тоже наши типка это мы передавали от и для открытых да я помню вот это мне очень нравится и вот это мне тоже очень нравится я еще помню видео уроним гнезда да это рисовал один из наших самых первых авторов наши птички это вот наши прошлые аисты сейчас у нас никого из них у нас нету все улетели это ария давали вот у нас до сих пор она как появилась так и это муж мы не мы не против того что ты покормил аиста мы не против совы нарисованы вот я помню этих это помо рисунки на асфальте это тоже передавали когда у нас был прошлый крауд проект на планете мы делали как раз по нам передавали арты а мы печатали открытки или 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 нам печатали эти открытки сразу не помню не помню это нюансы уже моя любимая сезон птенцов просто человек в сезон птенцов любой сезон с птицами ну вот просто вот этот вот скворец ничего себе ничего себе крутой 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 шопер а это же будут продаваться обалдеть все что вы сейчас увидите будет продажи нет ничего что не было это от евгения хонтера мы решили положить и напомнить всем что следующий год это у нас год дракона да евгений хонтер это специалист по драконам так что так что разбирайте дракончиков это наклейки это стикеры златы боже посмотрите посмотрите златы уникальный вообще стиль вот наш волонтер она приезжала на территорию несколько раз да у нас да она у нас это была на ю тубе много раз что да видеть это снимала репортаж с хэллоуина но это ли ленина это самый как наша классика жалко что лена сейчас упарывается в учебу и не рисует вот это стикер от вороньего гнезда стикеров очень много а это кстати от вороньего гнезда от вороньего гнезда от птичьего сердца это птичьего сердца нужно просто все сюда смотрите у нас в коробке носы синие тысяча но я не могу понять у нас я не могу посмотреть там носы синие 400 нет и тысяча мкл что это такое мне ужасно как это интригует эта надпись не будем об этом на сады открытки а слишком это него это сорока сорока а это князёк я так понимаю у нас никогда не было к низко нет это князёк точно это похоже на певчего дрозда это певчий дрозд короче можно будет подраться на ярмарке за право выяснить кто же это черный дрозд черный дрозд но черный дрозд несомненно черный дрозд смотрите какая красивая слойка айс несет покупочки это он несет это списанные продукты из верного груша нельзя скушать ждем всех фанатов груши за открыточками большая открыточка груши а теперь другие авторы так я не знаю автор этого то автор девушка дарья она откликнулась из всех наших волонтеров на призыв нарисовать работы к ярмарке вот она поделилась четырьмя своими работами ласточка по моему пустельга и да вот и две совы еще это кстати не нашинская не ясать это по как она не стая пятнистая по моему да а филин вот вполне нашинский классно очень классно нарисован очень интересная бумага то есть они похожи реально на то как будто нарисована прям на этой бумаге как будто обалденно очень красиво это кажется еще зла еще от зла а помыла андерсон голубь тоже кстати из большом размере но я забыла захватить боже я считаю что следующий должна быть это полина полина я помню это у нее классные графические работы такие это вам тоже подарили один из артов это волонтеры из скрябина приветики тони а это екатерина зуза зуза вот она подарила несколько своих артов и мы из них сделали как вам больше нравится подозреваю что вот так слишком мило слишком мило с этими артами еще будут кружки вообще кружки это пока тайна они будут следующие распаковки потому что они пока в печати о когда ты хорошо кушал зимой маленький привет всем любителей попугаев жалобная кукушка мы долго пытались выяснить это такая порода или все-таки нет а ты знаешь что у диких птиц нет пород какой породы это сова называется я это сова это бубы кто не узнал вообще бубы другие всегда в другой взгляд так обычно сарочка смотрит да горяхвостка мне тоже очень нравится бесподобная тоже да те птицы которая очень хочу когда-нибудь завести но боюсь что это невозможно по ряду причин да пакетики короче такие зелененькие будут у нас на ярлыке вот они плотные хорошие служат не один год поэтому можно будет все подарочки в них унести мы распечатали много в этом году во всем так сказать было было что унести с собой и в чем унести самое главное но только потому что ты как это говоришь они служат не один год один мы будем считать что это не считается что типа мы плодим пластик подожди ты сняла что на себя достает она достала один шопер о боже о боже не валяйте его сильно по полу пожалуйста на продажу на продажу прекрасно еще другой шопер поснимаете настя но это классика наша орущие снегиря книжечки а ты расскажи вот это вот шикарная книжечка это я обожаю просто эту книжечку а откуда мы вообще взяли короче издательство самокат это история про дрозда рябинника вот авторы короче я когда первый раз увидел эту книжку я очень впечатлилась потому что она помимо того что она красивая очень классно совершенно нарисован она очень грамотная то есть там как это это не то что сказка про дрозда это прямо вот куча всякой полезной информации на самом деле для маленьких юных арнитолог да очень здорово все девочки в книжках настили ставят книгу про курицеведение очень классная книга а у тебя про что книга про мусор книга про мусор грустная книга на самом деле поднимает важные экологические проблемы на те на тему мусора это вот здесь иллюстрации а вообще есть душераздирающие совершенно фотографии в сети к чему приводит вот ну такой вот мусор и что происходит с птицами когда они его съедают по ошибке вот эти книги я не видела это прекрасный совершенно прекрасная иллюстрация что они так и выглядят все абсолютно вроде подобно книги которые можно читать с детьми это очень интересные книги по иллюстрации они все для детского чтения вот как со взрослыми так и для самостоятельного чтения уже там ребят постарше пусть она сможет своих курдов и показывает что это такое время захлебнуться слюной да поэтому мы очень долго после печати ржали над собой Сделай сову поближе. Смотри, там птичка тоже держит футбол. Вы тут узнаете все лица. Классно. Это чахла летит или капля? Не знаю. Чахла у нас не умеет летать. Ну, вот тут что-то прошло не так, и она полетела. В общем, шикарный совершенно. Футболка в фирменном цвете. Да, но у меня она здесь почему-то бирюзовая, как это передает. Но вообще она такого чисто зеленого цвета. Это, видимо, особенность этих лампочек, я не знаю. Мы потом сложим футболки, отложи их аккуратненько. По факту она вот такая же зеленая, как вон тот пакет, который там вот стоит. Просто пакет вот бликует. Вот это моя любимая футболка. Она, казалось бы, Маш, покажи ее. Сначала вот с стороны лица. Она с логотипом. Как будто бы обычная. Но сзади там есть принт в стиле Икеи. Да, да, да. О том, что же делать, если вы нашли птенца. И что же делать? Плакать. Да. Понимаю. Погрузить его в коробочку. Это очевидно. Мне очень нравится, как они едут с ним. Да. И встречающий тоже мне нравится. Встречающий должен плакать в этот момент. А он почему-то сейчас не улыбается. Почему он улыбается? Он рад помогать стичкам. Так. Это еще не все. Продолжаем. 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 Встречами всех персонажей вы на ютубе здесь смотрите. И мне кажется, это вот прям для ютуб фанатов. Она красная, как кнопка ютуба. И со всеми нашими главными персонажами. Как говорится, подписывайтесь, ставьте лайк. Да, да. Смотри, очень прикольно. Да. Фурос прекрасен. Мне Байрон очень нравится. Байрон засранец, который куда-то свинтил от нас. А Байрон это надо поймать. Готовы? Готовы? Точно готовы? Так, давай. Такая черная сова. Выглядит устрашающе. Для настоящих рокеров. Да. Панк-рок-сова. Это болотка. Да. Очень красиво. О, смотри, здесь коровиц-нест.ру написано. Шикарно. Еще, по-моему, одна осталась белая. Да. Это мои вещи. Это можно не смотреть. Можно не смотреть, да? Это просто мои вещи. Я могу показать. Может вам что-то понравится. О, это тоже, короче. Это тоже тот же принт. Просто он такой на простом белом варианте. Да. Сегодня пакет? Да, а вы что? Мы уже устали. Последний вроде, да? Угу. Так, тогда футболочки по коже сложим. Это, кстати, футболки будут, скорее всего, все большеразмерные. То есть вот это размер М. Угу. У нас, по-моему, С мы не брали. Ну, может быть, на какие-то футболки брали, надо спрашивать. А так есть на самые большие размеры, если что, тоже. Это шопперы. А это златин? Я хочу себе такой. Тоже хочу от златы. Be not afraid. Это платочки. Я думаю, что вы их видели в прошлом году. Боже, какого они огромного размера. Ну, они, чтобы и укутаться, и как шаль, и всякое-всякое. Это, мне кажется, топ притворнов. Это, наверное, самый популярный. Настя открывает другой. Но они очень красивые. Я не знаю, что это за ткань такая, но очень классная ткань. Вот это мои любимые. У меня такой есть. Но у меня тоже, по-моему, не такой большой. Или мне кажется? Тебе кажется. У нас такие же большие. Я бы просто на стену бы повесила. Да. Или в качестве флага на крышу. Да. Все литы, которые у нас были. Смотри на Форест. Здесь есть Форест? Да. О, боже, подождите, но его... Она его потом добавила, его не было изначально. Да. Я точно помню, что его не было. Все птицы, которые у нас были когда-либо. Обалденно. О, боже, тут даже есть лупа для королька. Да. Видите, на случай, если вы не разглядите королька, короче, вот тут вот под лупой, короче, можно. Очень красивая вещь. Да. Мне очень нравится продаж. Еще в этом году у нас вот эти платки есть каждый год, но в этом году мы добавили еще один новый. Он в прошлом году был, по-моему, в единственном экземпляре, а сейчас мы их допечатали. Я думаю, что Настя вам сейчас достанет, покажет их. И вы, я думаю, они вам, да, вот эти они, этом вам безумно понравятся, да. Я уже вижу, что там очень прикольно. Я уже здесь, что там ... Here I am... Вот так кажется. Голуби! Атака голубей! Мне кажется, это самый стилевый из всех. Это наша стая голубей. Это наш голуб..голубятник. Голубятня наша. Вон внизу. там он даже флинт есть рыжий да, на это видно а помэло где? помэло? помэло не дикий год ну тут какой-то вот из белого ну помэло и другие габариты красиво? да, мне тоже очень нравится пакеты за ты тоже говорила, что осталось чуть-чуть ой, это Настя на шапочке мы решили их порекламировать к Новому году Настя, расскажешь про шапочки? мне это стесняется я расскажу про шапочки шапочки вязала Настя на бабушка сама а у нас были нашивочки и мы совместили шапочки и нашивочки у нас такие вот брутальные варианты, так сказать для тех, кто стесняется, черненькие а есть вот яркие варианты Настя, доставай все, что осталось выбирайте зимние шапочки очень любит своих нет, там должны быть еще шапочки это не шапочки, это платки сейчас подойди, платки попозже покажем я хочу шапочки показать но я уже вижу их, я уже вижу платки подожди, ты шапочки сперва покажи вот остались шапочки у нас да на зиму забирайте они и на детскую голову подходят и в общем всякое я вот считаю, что вот какую-нибудь вот такую вот шапочку, прямо вот она идеальна вот с той вот футболочкой с совой прямо стиль это вот платки от Саши такие зимние, Саша тоже наш волонтер от какой Саши, от Агаповой? да, вот, мы хотели вам показать они теплые, их можно и как платок и как теплую воду Саша, кстати, приедет на... я не знаю, мы будем хотеть, чтобы Саша очень приехала но как получится Саша просто в Питере о божечки, ну почему в розовый цвет? что это такое? смотри, утка вот почему вот я не люблю уток вот можно утку на розовый сороку вот на тот клевый цвет темно-синий держи утку в общем не хочу утку шапочки, платочки все к сезону тепленько, зимой хорошие классные подарки для мам, бабушек для подружек так, Лера, расскажи про курт зайдите с Машей что там в зимах за шкуру надо продавать а то мы будем раздавать вы чувствуете, да? вот это вот агрессивное давление даже я чувствую это надо продавать! надо продавать! в магазин на диване скажите про курт потому что если не рассказать про то что у нас будет на ярмарке никто не будет знать что у нас будет на ярмарке я вижу здесь орешки, семечки ну здесь да здесь это такая классная штука подкормка для диких птиц самосборная да относительно самосборная это из магазина как это как это назвать? смесь короче из мы там покупаем своим птицам корма потому что нас не очень устраивают скажем так готовые покупные мы обычно закупаем там кучу разных семян зернышек и всего такого и сами делаем смеси для своих подопечных вот и в общем вот такие вот варианты корма тоже это ну они немножечко более бюджетные наверное чем то чем мы там домашних птиц кормим но для диких птиц там вот чтобы вкусно и полезно их подкормить вот это вот очень классный вариант а здесь есть арахис еще да здесь семечки орешки всякие такой зимний вариант подкормки да для парковых птиц да еще все да это все что я привезла самое главное да самое главное на случай если у вас еще нет плюшевого гуся хотя мне кажется уже у всех должен быть плюшевый гусь у кого нет на белоборке будет кошмар можно взять второго мы будем трейлер заказывать чтобы все довести я думаю большую газель достроиться если у вас есть один плюшевый гусь у вас точно должен быть второй потому что один гусь не живет у него должен быть гарем да да есть пипа есть не пипа да скоро у нас еще должны быть серые гуся когда у нас появятся серые гуся плюшевые да то живые у нас уже есть плюшевые плюшевые так ну расскажите что это терминка ДК пространство по-моему да это недалеко от метро Семеновская вот 23 декабря перед новым годом я расскажу еще чуть-чуть потому что Вера ничего не знает про ярмарку я все знаю значит расскажу вам еще пару новостей минутка психологического давления да продолжаем первая важная новость это не последний антпакинг будет еще один антпакинг на следующей неделе мы будем показывать вам клевые кружки и очень классные календари таких календарей вы у нас еще не видели вас ждет большой сюрприз в общем мы надеемся что на следующей неделе мы сможем показать календари сейчас они в печати так что ждите еще один антпакинг требуйте его от Веры если она вдруг вам не покажет календарей то пишите ей в комментарии только не гневно пожалуйста не гневно да второй момент ярмарка будет проходить в субботу 23 декабря метро Семеновская Измайловское шоссе дом 44 ДК пространство как добраться при поддержке фонда статап как добраться мы расскажем в группе ярмарки ссылка на группу ярмарки в описании к видео в соц сетях да пожалуйста всех приглашаем в группу Белобоки она к сожалению есть только вконтакте но чем ближе ярмарка тем больше будет новостей появляться про ярмарку на основном канале так что заходите подписывайтесь ну и финальная новость у нас будет больше 50 участников это будут партнеры фонда это будет союз охраны птиц birdwatching москва тирекс всякие штуки для попугаев классные наши друзья киржач экологичные приедут нам из киржача поддержать нас потусить с вами отпраздновать новый год в партнерской зоне также будут художники нас очень любят поддерживать художники пленер москва анна гусева со своими уникальными все картинами обязательно приходите посмотреть ну и вас ждут сорок два мастера которые будут принимать участие в большом зале с разными штуками в тематике птиц начиная от бисерных брошей заканчивая потрясающими работами картинами да там и украшения и одежда и музыкальные инструменты и короче всякие там не знаю аксессуары для дома там что только нет в общем мы очень хотим устроить и для вас и для нас большой праздник это будет и такой новогодний праздник для наших волонтеров мы будем приветствовать всяческие костюмы если вы придете в тематике птиц или просто хорошо и классно короче девчонки тоже все будут на ярмарке так что вы сможете с нами повидаться и с нашими птицами тоже потому что мы ну пока точно не знаем как это сказать конкретный состав птиц которые поедет на ярмарку ну точно точно скорее всего будет Маруся Нафани сквоши ну короче Кокколя Кокколя будет на ярмарке Кокколя будет да на ярмарке будут птицы на ярмарке будут мастера ярмарка будет проходить в субботу с 12 дня до 7 вечера ну до 7.30 в принципе тут по разному вас там также ждут зоны отдыха лотерея всякие чай вкусняшки можно будет бесплатно попить гардероб туалет в общем это большой праздник на весь день приходите всей семьей вам будет всем чем заняться то есть у нас будет зона отдыха можно будет пообщаться с с нами с мастерами в общем это такой большой праздник к новому году мы хотим всех вас пригласить и с вами его отметить так что пожалуйста приходите Ксюша просто основной организатор ярмарки вот потому что я очень люблю когда много людей приходит и все получают удовольствие вот да поэтому поэтому меня последнее время прессуют на тему того что я ничего не успеваю там не могу пресс релиз написать не могу там что-то посты в группу и так далее потому что я перед новым годом уже немножечко в ауте у нас просто очень прибавилось подписчиков на ютубе то есть мы когда начинали в начале лета мне кажется у нас было подписчиков тысяч восемь сейчас вас двадцать тысяч подписчиков тех кто нас смотрит это очень приятно и мы будем безумно рады вот видеть вас на этой большой ярмарке она правда в этом году будет самый большой из всех наших ярмарок приедешь к нам на ярмарку я приеду на ярмарку приедешь на ярмарку а вы меня привезете и увезете тогда я приеду хорошо в принципе можно хорошо по-другому я не передвигаюсь только меня привезти и отнести хорошо мы тебя привезем и увезем ха-ха-ха мне обеспечите на гулянку на гулянку на гулянку да а то я это увезешь что-нибудь и антигубер скотин придется принять не мы тебя да мы тебя обеспечим финансами на покупке на ярмарке да 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 хорошо а то у меня средств нету я бедная бабушка даже 76 лет свои хорошо хорошо а